Субтитры создавал DimaTorzok И они связаны с традицией 50-х годов Это другое поколение Сейчас я буду показывать фотографов другого поколения Фотографов гораздо более грубых, более уличных, более репортажных И первый из них – Уильям Клян На мой взгляд, очень интересный автор Причем интересен он в разных лицах Его все знают как репортажника, как уличного фотографа Который впервые применил грубейшее кадрирование Очень агрессивное кадрирование Режет как попало, совершенно не считаясь ни с лицами Ни с другими частями тела, ни с пространством Печатал, выявляя зерно Как настоящий газетный фотограф Хотя он журнальный фотограф И Либерман, он как раз Его вот эту серию нью-йоркскую спонсировал И затем пригласил его в ВОГ Чтобы тот мог подзаработать Изначально он не фэшн-фотограф совсем Он по образованию художник-абстракционист Мне кажется, это очень важно И он к этому со временем вернется В поздние годы, которые я не буду показывать Он вернется снова к абстракции И часто в сочетании с кусками фотографии Учился он, в том числе, у Фернана Леже Если я не ошибаюсь, у парижского модерниста И очень сильно связан с Францией И вообще с французским модернизмом предыдущего поколения Он наследник модернистов 20-х годов С очень резкими, смелыми движениями С динамикой в кадре Но без четких геометрических структур И вообще фотограф, который говорит Я против правил Я сейчас наплюю на карте Брессона И на красивости Кертыша И вообще на всех вот этих Чрезмерно элегантных европейцев Я сейчас буду хамоватым, наглым американцем И он вот эту нью-йоркскую серию замечательную Очень советую ее посмотреть Как раз в середине 50-х он ее сделал Он снимает очень грубо, резко Размывая формы То есть снимает в движении Так что там половину героев не видно Они у него двигаются, как попало Горизонт завален И это очень здорово передает Нью-Йорк Вот если кто был в Нью-Йорке У меня лично от Нью-Йорка было Кляйновское впечатление У меня было ощущение, что это сумасшедший дом Но он такой яркий, безумный, заводной Что невозможно не поддаться этому обаянию Это обаяние жесткое Это обаяние не европейское Это обаяние какое-то энергичное, молодое, агрессивное Вот эта агрессивная молодая фотография Она приходит в модный журнал Как может выглядеть вот эта репортажная версия языка В модном журнале Во-первых, немножечко он, конечно, смягчает акценты У него, например, не искажаются лица Не деформируются тела Так сильно, как это у него происходит В некоммерческой фотографии Но вообще остается он довольно лихим парнем Придумывая разные истории Ему скучно просто снимать одежду Вообще, надо сказать, что он всегда говорил На одежду мне плевать Ну, почему говорил? Он и говорит Ему 88, он все еще жив, вообще говоря Так что многочисленные интервью можете найти в интернете Он придумывает мизансцен Вот девушка заблудилась Видимо, в Париже похоже, что это площадь Согласия Фонтаны похожи И в кадр попадают какие-то люди Часть из них, может быть, случайные У Ирины Кляйна не всегда одни модели позируют в кадре У него иногда непредусмотренные люди А иногда действительно это специальные люди Которые ходят туда-сюда И разыгрывают различные истории Но только они не театральные Как у Биттона, например У фотографов более старших Они кинематографические Это истории из кино Про то, как девушка заблудилась в Париже Ну, что, это может быть Гадар какой-нибудь Запросто совершенно Девушка в урбанистической среде С которой что-то происходит Какие-то претурбации Движения в городе Перемещения и так далее А справа здесь точно что-то случилось Потому что девушка, воздев руки вверх Бежит ее, пытается остановить полицейский Может быть, это авария была Может, она свидетель преступления Может быть, еще что-то произошло Снимает часто широкоугольником Очень много динамики Вот этот полицейский прямо от нас Шагает в кадр И создается впечатление действительно Какого-то приключенческого кино Кино очень подвижного Забегая вперед, скажу, что Кляйн позже Совершенно оставит модные журналы Для него это только эпизод И куда уйдет? В кино, конечно То есть он становится кинематографистом И снимает В том числе ироничный фильм про моду И, кроме всего прочего Возвращается к живописи Ну, вот пока он в модных журналах Он работает таким образом Много зеркал Какое-нибудь неожиданное освещение Сопоставление живых моделей с манекенами Перенесение моделей на крышу небоскреба И всяческое запутывание зрителя Создает очень сложные пространства В его пространстве сложные Там много элементов Разглядывать их можно довольно долго И снимает он их разными способами Например, справа известная история Как он в Риме Запустил двух моделей Вот в этих платьях от Капуччи По пешеходному переходу А сам стал с телевиком С длиннофокусным объективом Очень далеко Никаких родцев нет Он не говорит, что делать Он просто сказал Ходите туда-сюда Оборачивайтесь друг на друга И вот они пошли Но дело в том, что вокруг собралась толпа Те люди, которые внизу Это очевидно те самые мужчины Про которых он в воспоминаниях говорил Что они свистели и люлюкали Приняв девиц за женщин легкого поведения То есть, как настоящие итальянцы Реагируют на красивых дам Которые, значит, с обнаженными плечами В кадре разгуливают туда-сюда И не один раз Много дублей Потом в кадре появился человек на мотороллере Я думаю, что это тоже не специально нанятое лицо Потому что он далеко сидит Он не может там, да, командовать Он договорился только с двумя моделями А все остальные в кадр влезли случайно Мне это кажется очень характерной фотографией для Клейна Потому что немилосердно отрезает головы и ноги Создает очень живое, подвижное, сложное пространство Где много полосочек Полосочки внизу на тротуаре Полосочки на одном платье Полосочки на другом То есть все перегруженное И очень подвижное Действительно живая ткань Живая жизнь города Как будто бы это из какого-то документального фильма Вырезано Для 60-х годов По-моему, очень характерны вот такие вот фотографии Когда лицо или голова крупным планом Крупные черты лица Совершенно не похожие на ту же давимую, например Да, удавимые, очень такие элегантные, тонкие черты лица Здесь крупные планы Молодые лица Новые типажи Большеротые Часто курносые С челками Совершенно новые Типы внешности И какие-то крупные формы узора, например Принты Или необычные очки Какие-то сумасшедшие шляпы в виде шлемов Очень часто совершенно нефункциональны То есть фэшн-фотография становится постепенно Чем-то вроде арта В музеях она еще не появляется До этого, ну, не знаю, лет 10, если не больше Музеи еще не выставляют И галереи не выставляют Как вот, да, здесь Сделано для нас это привычно Фэшн-фотография, которая тут рядом Она воспринимается в галерее нормально Здесь это все-таки внутри модных журналов происходит Но вообще говоря И эти одежды, наряды и шляпки Часто это арт То, что слева, я не уверена, что это функциональная вещь Часто это выразительная часть образа Иногда неносибельная совершенно Мода становится более концептуальной Фотография это отражает В связи с 60-ми годами Я не могу не упомянуть Про рок-музыку и субкультуры Здесь Очень интересно то, что Вообще-то история начинается в 40-е С битников в Америке И Дальше байкеры, рокеры В 50-е годы Дэдди Бой в Англии Где отдельные субкультуры Моды, так называемые Из которых потом выходит, откалываются скинхеды И все трансформируются Ну и так далее Понятно, что про хиппи тут не стоит и говорить Все про них знают С конца 40-х годов Субкультура становится Очень важной темой Очень важной частью О которой говорят Которую обсуждают То, что между ними происходит столкновение Они могут выразительно Необычно одеваться Как Тедди Бой Которые Моду 1900-х годов С небольшими модификациями Использовали Как такую вот ретро-отсылку Жители бедных районов Шьют себе Брюки-дудочки Костюмы с бархатными отворотами И так далее Это какие-то рабочие парнишки Школьники Это не какие-то буржуа Но они в костюмах И в костюмах же Вот эти моды Рассекают на скутерах Которые, видимо, заимствованы у итальянцев Не мотоциклы А именно скутеры Новые субкультуры Это новые отношения Кто-то из ученых Назвал субкультурных людей Городские племена Мне очень нравится это определение То есть в каком смысле слова Это дикари И они живут внутри города В своем мире Но они Важно, что они объединены У них есть общие свои ценности И на фэшн-фотографии Это тоже отражается Она становится молодая Задорная Веселая Хулиганская Иногда агрессивная Но чаще Именно задорная Вот на игривость 50-х Это совершенно не похоже Это какие-то хохочущие Кричащие девицы Которые там То куда-то едут Скачут Бегут То с дискотеки выходят Распевая песни Они Лихие Веселые Безшабашные Безшабашные Вот эта Безшабашность Эта лихость У Рональда Трегера Замечательно По-моему Передается Это та самая Твиги Которая становится Иконой 60-х Тощая девчонка Которая похожа На 12-летнюю Хотя здесь И явно Больше Лет С голыми коленками В девчачьем костюме В гольфах Вот этих Вот детских Катается Перебирая С вами ногами Как у кузнечика И вопит Отчаянно Кричит Фон Здесь Очень динамично Передан В духе Уильяма Кляйна Хотя фотография Не такая Провокационная Как бывает у него Но Это контакт Со зрителем Это Больше динамики И это Другие модели Подростковые модели Во многом Связано Это конечно С тем Что потребитель Стал другим По-моему К 67-му году 60% Модной одежды Покупали девушки В возрасте От 17 до 20 То есть Представьте В каком возрасте У людей Стали появляться Деньги Эта ситуация В современной России Кстати Теперь уже знакома А вот В 50-е 60-е годы Новое поколение Которое Впервые Да За всю историю 20 века Получило Свободные деньги И Имеет возможность Так сказать Продленного Молодого возраста Потому что Да Продлевается Срок обучения В Всяких колледжах И так далее Да Вот В заведениях Учебных И Эти Люди Покупают Именно такие Яркие Геометричные Упрощенные Модернистские Вещи В духе Поп-арта Оп-арта Мандриана Тут со всякими Да его квадратиками И прочими Ищами Я специально Оставила без подписи Сейчас я Эти подписи Покажу И вы возможно Удивитесь Потому что Конечно Про 60-е годы Вы догадаетесь Здесь Вы скажете Что это ни на 30-е Ни на 40-е Не похоже Здесь есть Много движения Здесь есть Городская среда Здесь есть Много геометрии Но это Хорст и Битм Это старички Которые Так сказать Перековались Для Хорста Это особенно странно Потому что Вообще У него таких Фотографий Совсем мало Он студийный фотограф Он работает В духе 30-х Всю оставшуюся жизнь А Биттон Человек Очень гибкий Который любил Поиграть То в этот стиль То в другой стиль И здесь Он Твиги Использует Вот В такой Мизансцене Танцы На столе В каком-то Английском интерьере Снятом снизу Таким образом Чтобы создавались Вот эти Геометрические Перекликающиеся Формы Вот такая динамика Входит в моду И становится Важна Для фотографов Разных поколений В Англии Появляется Так называемая Ужасная троица Фотографов Которые ведут Богемные Ображения Почти невменяемые Особенно Что касается Ричардсона Бейли Ричардсон И Брайан Даффи Про Это время И про Новый образ Фэшн-фотографа Более богемный образ Брайан Даффи Потом Скажет Я сейчас даже найду Эту цитату Потому что Она мне очень нравится До нас Пишет Брайан Даффи Вот до этого Да Поколения Модные фотографы Были худыми Утонченными Такой намек Видимо на Пен Савидон А мы были Маленькими Толстыми И любили женщин Вульгарность Откровенная Сексуальность Всякие Там Нарушения Табу Например Они здесь Курят марихуану В кадре Это Любимые Истории Вот этой Самой Лондонской Ужасной Троицы Которая Относится К периоду Называемому Свингующий Лондон Если вы Хотите Посмотреть Как богемный Фотограф Живет В каком Ритме Снимает И вообще Как выглядит Посмотрите Ну может быть Даже не целиком А фрагмент Фильм Антониони Фотоувеличение Блоуап Там Лохматый Прокуренный Не очень мытый Молодой Человек В расхристанной Рубашке Полуголый С моделями Заигрывает И возможно Даже Спит со всеми Подряд Так судя По отношениям Весьма Безалаберен В своем Образе Жизни Напивается Видимо Тоже Периодически И так далее Вот это Все Про Бейли Потому что Герой Антониони Будет Отчасти Списан С Дэвида Бейли Которого я Позже Тоже Немного Покажу А Боба Ричардсон Это Отец Тони Ричардсона Современного Вот этого Фэшн Такой Фэшн Трэш Стиль Тоже Фотографа И оба Они Совершенно Безумны В своем Образе Жизни Хотя Фотографии Ричардсона Старшего По-моему Все-таки Довольно Невинны На современный взгляд Ну Обнимаются Ну Тискаются Ну Курят Марихуана В общем Детский сад Но Посмотрите Как макет сделан Как сделан Макет журнала Крупные планы Соседствуют Со средними планами Какие-то Фрагменты Отдельные Как будто бы Снимается кино Про Любовную сцену Замечательные Серии Ричардсон Делал С Анжеликой Хьюстон Его возлюбленные Несколько лет Он ее Многократно Снимает Там У него Возникают Различные Киношные Истории То у него Вдова На кладбище Рыдает И все это Конечно В модной одежде Происходит То женщина Ждет любовника В кафе То вообще Что-то странное Она в катафалке Тут значит Катафалк Цветы И она в отчаянии А снаружи Нацистский офицер Офицер в нацистской форме Что здесь Произошло В каком-то смысле Слово Это отклик На недавно Сделанный Фильм Лукино Висконти Гибель богов Где красавицы И нацисты Это вот такое Очень эффектное Сочетание Которое потом Становится Довольно Стереотипным В кино И фотографии Но вот Ричардсон Он замечательно Использует Этот образ Для рассказа Совершенно Кинематографической Истории Можете посмотреть Ее целиком С Анжеликой Хьюстон Она очень хороша Как серия Именно Как серия Псевдорепортажная Брайан Даффи Вот что И себя представляет Он мне кажется Менее любопытным Чем Ричардсон Но тем не менее Провоцирующий Сексуально-агрессивные Картинки Где женщина Это такое оружие В чем-то это похоже На предвкушение Ньютона Хотя Ньютон В это время Уже активно работает Но он пойдет дальше И он фотограф Семидесятых Восьмидесятых О чем мы в следующий раз Будем говорить Ну в общем Это такие Близкие В чем-то концепции Образы женщин Например Среди Вот этих Провокаторов Англичан Есть и Фотографы Из других стран Франко-американский Потому что он Жил на две страны В это время Жан-Лусив Делает вот такие Кадры широкоугольником Истории он не рассказывает Но очень эффектно Играет с формой И пространством Они у него совершенно Киношные Во многом взятые У Хичкока И других мастеров Хичкок большой любитель Искажения Работы с пространством Разного рода И вот такие Мизансцены Он разыгрывает Очень театральные Часто довольно Ироничные И очень сильно Завязанные На темах Наблюдения Ваеризма Всяческих Вот таких вот Вещей Связанных С подсматриванием С преследованием Женщины Спина Астрид В этом смысле Очень кинематографично Потому что Хочется Узнать Что будет дальше Вот она его заметила Она развернется Даша Что произойдет Кадрирование Говорит о том Что он за ней крадется Он за ней подсматривает И Сиф В дальнейшем Из вот этих Кинематографических Историй Выйдет В студии Ну и то что справа Для него Весьма характерно Это всегда фрагмент И это всегда О теле Как прекрасном предмете У него эти фигуры Часто анонимны Часто это только Попа или ноги Например Женских лиц Он не то чтобы Совсем не снимает Но это для него Не главное Он то подсматривает За ним в замочную скважину То смотрит На фигуру Не видя лица И создается Такой новый образ Гламурного тела Который Для Потом Для 80-х 90-х годов Будет очень важным А вот это Совершеннейшее кино Ну это очень похоже На сцены Из Антониони Где пары Молча страдают Там смотрят Друг другу в глаза Делают длинные паузы Общаются Не общаясь То есть Общаются и разобщены В то же самое время Это совершенно Антониониевская сцена Киношная Но она сделана Для журнала Хартбэс Базар Это не сцена С кино И Сиф работает Исключительно С черно-белой фотографией Несмотря на то Что цвета В 50-е И 60-е Особенно в 50-е Годы Довольно много Новая тема Появляется В 50-е И 60-е Тема Экзотики Я уже говорила Про то Что в 50-е Годы Начинают Активно Ездить В отпуск То есть Авиаперелеты Становятся Более доступны И Люди Из разных стран В том числе Американцы Амгличане Начинают Очень активно Ездить В самые разные места Таити Индия И так далее Хочу обратить внимание На то Что Паркинсон Замечательно Чувствует Восточный Пряный Колорит Он как будто бы Действительно Наблюдает Изучает Цветовые Сочетания Которые В индийском Искусстве Встречаются Наряды Которые У них Приняты И используют Вот эти цветовые Сочетания И сложные Узоры Для того Чтобы создать Ну Новый Ориентализм Да Как В 19-м веке Были Ориенталисты Которые Рассказывали О потрясающих Гаремах Далеких Странах Каких-то Удивительных Женщинах Вот Паркинсон Он здесь Почти колониальный Фотограф Вспоминая Живописцев 19-го века И очень много Цвета И сложных Изысканных Форм Он становится Более сложным Более нагруженным Более цветным И нельзя Не заговорить О Обувлечении Музыкой Дэвид Бейли Который очень много Снимает Рок-музыкантов Ну Одну его фотографию Вот я покажу Он и Битлз И Роллинг Стоунс И других Снимает Не только в 60-е Но и позднее Название Фотографии Бейли Здесь Магическое Мистическое Путешествие По парижским Коллекциям Это конечно Отсылка К Битлз Мэджик Мистери Том Название Альбома 67-го года Моментальный Отклик Безумные Цвета Психоделические Мотивы И всякого Рода Влияние Новой Пряной С восточными Мотивами Музыки Которая Вводит В какие-то Трансовые Состояния Тут же Мода Откликается Вот здесь Отклик Чрезвычайно Быстрый И Новые Рок-кумиры Они Тоже В объективе Модных Фотографов И тоже На страницах Модных Журналов Потому что Они теперь Образец стиля Ребята Не утонченные Элегантные А клевые